Это было прекрасно, наверное, много людей. Дорогие друзья, ну, может быть, кто-то из вас знает о том, что в Доме книги Рюблянка проходят встречи с авторами. Сегодня автором выступает Эдуард Пениаминович, и, соответственно, регламент у нас будет очень-очень простой. Несколько слов Эдуард Пениаминович, вначале, расскажет о своей новой книге «Его демоны», и затем мы перейдем к вопросам непосредственно из зала. Поэтому, если у вас есть вопросы, то будьте готовы их задать. Сразу скажу, что задавать нужно будет достаточно громко, потому что кто-то может находиться дальше, кто-то ближе. Ну, и если вопросов у вас нет, то попробуйте их подготовить. Желаю всем хорошей встречи. Эдуард Пениаминович, вам слово прошу. Да, да. Ну, прежде всего, замечание, что не надо вот читать все, что в желтым шрифтом написано, это не есть название книги, то есть Лимонов отдельно, это художник, что-то ему изменирует вкус отдельно. Отдельно Эдуард Пениаминов – это автор, а книга вот называется «Его демоны». Это важно. Вот для меня, как для автора, это шок был. Когда я это все увидел, то мне стало не по себе. Ну, что, это один из эпизодов жизни человека. Здесь он в книге называется «Председатель», потому что он председатель политической партии. И у него огромные проблемы. Он оказывается одной ногой на том свете. У него гематома обнаружена между двумя полушариями. Он уже еле двигает там левой рукой. И, в общем, загибается, попадает в реанимацию. И там ощущения недовольно неприятные. Вот те, кто по-былу в реанимации или нахожусь. На том свете понимает, насколько это как-то жутковато, не по себе. Особенно, например, для человека, который никогда ничем не болел. И вдруг он оказывается в таком состоянии, когда уже хромает. И уже не может шнурки завязать на ботинках. Но это не грустная история. Это скорее такая гротескная история, когда протагонист, сейчас не мой, как говорили, герой книги, но протагонист, основное действующее лицо книги, вдруг обнаруживает себя в каком-то мире параллельном рядом и видит, что его жизнь управляет, совершенно верно, силами. До силы он их, может быть, и встречал, вспоминает всю свою жизнь. Вот такие были случаи, когда вот эти иррациональные силы, он их называет демоны, можно назвать их по-другому, как угодно, бесы, но демоны. Когда вот они о них торгались. И тут дается различная расшифровка реальности с точки зрения того, что происходит. Вот одновременно он в этом кошмаре упудряется влюбиться в медсестру. Ну такой же. Начинается разгул, разгул демонов, бесов и медсестер. То есть, про Писаров, весь этот клубок, вспоминает он какие-то свои предыдущие жуткие истории. И там где он был, и еще где-то он был, и тут-таки в него стреляли, а тут он замышлял вооруженное восстание. В общем, черт знает что. На самом деле, по-моему, это интересно и гротесно, и в общем, не грустно абсолютно. Это просто... На самом деле здесь доказательство того, что помимо того, что мы наблюдаем в жизни, существуют еще какие-то силы, которые вот где-то работают. И я думаю, что тут не надо быть очень избранным, не надо быть умным, не надо быть известным, а просто надо приглядываться к своей собственной жизни, и вы увидите, что есть масса каких-то странных происшествий, которые не... Они же проходят через всю вашу жизнь, мою жизнь, жизнь героя этой книги и так далее. И это моя, по-моему, шестьдесят третья, что я книгу прощу. Шестьдесят третья. Это достаточно много. Я... Я целеву хватит за заткнись и хватит за лёж. Я готов ответить на вопросы и серьёзно ответить. Это я так вот говорю с таким нервным смешком, потому что у меня самому от этой книги страшно. Давайте вопросы... Хорошо, у нас... Да, вы были первым, поэтому прошу вам слово. Да-да-да. Да, вы. Не надо, не будьте японцем, сразу сфотографируйте. Потом... Я забываю тебе, дядя Юрьевич, вопрос такой. Вот сейчас, ну, в принципе, началась президентская кампания. Вопрос такой. Вы лично собираетесь блокироваться? Кто-то из партии и продолжение. Поддержали, думаю, не кидата от футбольных болельщиков, от тренинского движения, Толяна, это я. В общем-то, мы можем с вами... Вроде бы у вас сразу пристрастный. Вы пришли, что-нибудь будет соблюдать, выпросить. Я лично не собираюсь никуда, дураков нет. Я не хочу. Нет. Поддержать для вас я вас плохо знаю. Я должен с вами как-то это... Че-то о вас узнать. У вас есть резюме? Есть программа, да. Медицинская книжка, что-то получается. Монетарная. У вас есть какие-нибудь пристрастные, развратные, разрушительные идеи? Да. Сухой закон? Не, неправильно, в нашей стране не пойдет. Сразу. Так, давайте, кто еще? Следующий. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Давайте я вам задам вопрос. Конечно. Почему? Ну, вообще, считается интересным, когда рассказывают, говорят о каких-то вещах, таких, знаете, темных сторонах. И у вас называется книга «Его демоны». Почему они демоны? Почему они про ангелов? Ну, во-первых, вы посмотрите. Людям нравятся страшные приключения. Какие-то необыкновенные, страшные. А есть ангелы, это не страшные. Это какие-то слащавые, сиротные приключения, розовые цвета, белые там эти крылья, теряющие перья. Нет, это не про кодицу. Людям ужасно нужна злая сила. На чем держится любая, посмотрите, все оперы, перелетивное озеро, там же кто главный? Главное, это вот страшная черная дверь. Не белая дверь, а черная. Людям нравятся пережившие трагедии, им нравятся трагедии, им нравятся отравленные или отравившиеся мужчины из-за женщин на чердаках там. Или, наоборот, женщины, утопившиеся из-за мужчин. Должны быть страсти тогда это. Поэтому демоны, демоны это расчетливо, это правильно, это выберенно, это действует. То есть, чем страшнее, тем интереснее, правильно? И дело не в том, что страшнее, должна быть интрига. Человек устроен так, что ему заманчиво смотреть на то, что происходит. Давайте ближе к реальности, что-нибудь о политике меня спросите. Что там? А вот у нас есть человек этого политики спросить. Прошу. Как относитесь к юбиле Революции и чего ждете от власти в этих условиях? Ну, я не знаю, знаете, пифагорельцы считали, что все в цифрах, все загадки мира в цифрах. Потом, в том числе, каббалисты, каббалисты, знаете, каббалы. Вот каббал, она тоже предполагает, что все тайны мира заключены в особом сочетании цифр, положений. Я не отношусь к числу. Я считаю, что это дуще, так что если в 1917 году что-то произошло, то обязательно что-то произойдет в 2017. Случай гуляет вольно. Случай есть. И он время от времени вмешивается в судьбы людей отдельных, в судьбы государства. Но вот так, чтобы просто с тупостью неимоверной 1917, а ну-ка в 2017 что-то бы произошло, этот бы не может. Потому что я вас уверяю, что до конца года ничего не знаменательного, кроме обычных вот этих грубеньких там происшествий, то, что ничего не произойдет. Я бы знал, если бы надвигалась революция, я бы вам сказал, она не надвигается пока, к сожалению. Все хорошо, Живен Гарчев, Дмитрий Иванович, вот вопрос я передам вам, а вы уже решите отвечать на него или нет. К сожалению, пока достаточно. Вас не смущает, что название вашей партии ассоциируется с немецким фашизмом. Ну, во-первых, партия называется «Другая Россия», это с 2010 года, то есть уже 7 лет. Поэтому ваше наблюдение как-то устарело совсем. Вы, видимо, спали, как спящая красавица, все эти 7 лет теперь проснулись, и даете нам свое. Во-вторых, если уж говорить серьезно и грамотно, то вы абсолютно ошибаетесь. Национал-большевизм существовал, господина Устрялова, профессора Устрялова, эмигранта из Шанхая в свое время, Иосифа Семеновского Сталина сгнаил в лагере, он совершенно известный, это он погиб в 1937 году. А второй основоположник вот этого немецкого национал-большевизма вышел из тюрьмы, по-моему, в 1952 году. В 1952 году. Никич, Эрнст Никич, или Никич, произносите, что так надо. Да, то есть, придите ли он тоже сидел. Поэтому ничего, никакого фашизма тут нет. А вы просто безграмотно пишете, доверяете бумаги, безграмотные вещи. Спасибо. И за вопрос, пожалуйста, если есть, давайте вы тебя чуть поближе. У вас очень удачная книга «История его слуги». Интересно знать, как у вас отношения с хозяином? Польстили вы ему или он на вас обидал? Да, вы знаете, хозяин один из очень богатых, американский. Недавно я был на телевидении с каким-то тоже американским журналистом, и он мне сказал, говорит, «Ваш бывший босс Питер», называет его реальность фамилии, говорит, «О, это стало семейной легендой вашего пребывания у него там, вот в качестве этого хаус-кипера». Я говорю, «Ну да, как интересно, там из поколения в поколение передают, потому что у него деньги есть, у меня их нет». Ну, или мало есть, да. А у него деньги есть, и много денег, но у него нет внимания общества. Вот такое. Но у вас контакты были с ним? У меня никаких контактов с прошлым нету. Тем более с американцами сейчас не можно быть в контакте. Не надо. Ну, это там новое. Ну, а сейчас я хорошо учусь. Хорошо, спасибо большое. Я предлагаю, уважаемые гости, делать таким образом. У нас приходят периодически записки из зала с вопросами, поэтому будем чередовать вопросы письменные с вопросами мусульными. Вот еще один вопрос, адресованный вам. В одно из интервью вы сказали, что собираетесь написать книгу о полупоте. Не подскажете, что стало с этой идеей. Или есть книга, и как она называется. Я написал для книги под названием «Титаны». Титаны написал такой, ну, это не книга, но достаточно такая сжатая история полупота. Она интересна, у нас мало что знают об этом, но я руководствовался источниками, мне доступными, то есть несколькими книгами на английском, на французском языках, репортажными книгами. И написал, по-моему, такую, что называется, кромсайз небольшого размера, вот эту историю полупота. В книге «Титаны» она есть. Сейчас издательство «Эксмо» нагло переиздало эту книгу в очень плохом виде, но там тоже есть эта история о полупоте. Я надеюсь, называется книга, это название сделано и другое, называется «Великие». Вот там вы найдете историю о полупоте. Это очень, на самом деле, интересно, потому что этот человек не просто там лидер кабаджирского коммунистического движения, а якобы ответственный за миллионы покинших, что с натяжкой можно сказать, это преувеличено. Но она говорит, интересно, что у него были, одна из его сестер была наложницей, значит, кабаджирского короля, и он ходил, когда был еще подростком, ходил вот этот, как называется, запретный дом, где жены короля жили. Вы представляете, как все это рядом? А где ваш умственный вопрос? Мы с вами будем приглашать. Я просто смотрю, что он присылает, и если вы ответили, да? Я ответил, да. Спасибо большое. Давайте и за вопрос тогда, прошу. Добрый вечер. Сначала первый вопрос я хотел задать. Ну, начнем с того, что там нет. Никогда этот человек не назвал фамилией Геннад. Не у нас, да. Ну, предположим, назовем этого человека, как я уже говорил, главного героя, а теперь, говорят, протоколиста книги, у него обнаружилась генатома в мозгу. Здесь это проблема со здоровьем, это проблема с судьбой, по-моему. Нет, я понял. Здоровье, он не болел. Он только однажды обнаружил, что у него, вот эта гадость огромная, как кровяная колбаса или банан в голове. Хорошо, а это вопрос, выяснили, что, слава богу, у вас все в порядке со здоровьем, вы даете у вас все в порядке. А у вас тоже все в порядке, да? Я надеюсь. Я тут посмотрел фотографии у вас. Газета у вас издавала смерть. А что это, почему, почему, даже какую-то другую книгу открыли? Что вы за книгу? Это биография моя выпущена, это другая история. У меня газета никогда не называлась смерть, а газета питерского отделения в свое время, ныне запрещенная, я обязан, я говорю, национал-большевицкий партий называлась смерть. Так. Вот так, вот так. Я хотел спросить, вот у вас в этой газете... Не надо, вот теперь я эту газету редактировал. Не понятно. На это написано, то есть здесь как бы эмблема идет череп... Да неважно, я вам сказал, я готов за свои ошибки и преступления отвечать. А вы мне клеите газету смерть, от которой я сказал, что это газета петербургского отделения. Я не клею, ничего. Да, ну так вот не надо меня обгулять в тех преступлениях, которые я не совершал. Спасибо. Большой вопрос письменный. Как вы относитесь к троцкистам современных? К троцкистам? Я не много троцкистов знаю. Поэтому могу сказать только, что на мой взгляд, Троцкий был, конечно, не любимой фигурой русской революции, но тем не менее очень важной. И если верить, например, итальянскому журналисту Курсу Малопатты, который в свое время написал великую книгу об Октябрьском перевороте, вот про антигуутлуга, она была издана в 1932 году, вот эта книга, то по Малопатте выходит, что, в общем, Октябрьский переворот совершил технический и был командиром Октябрьского переворота господин Троцкий. А это, видимо, так. Я тоже разделяю мнение того же Курса Малопатты. Ну, Троцкий после многих веков спор Сталина с Троцким, скорее всего, выиграл Сталин. Но это не значит, что Троцкий не сыграл свою роль в революции. Он ее сыграл. Я думаю, что время пройдет, и к Троцкому в России станут относиться лучше. Спасибо большое. Если есть вопросы, то да, пожалуйста. Да, это очень интересно, где играть, это очень отобный статус. Какого-то, что у вас есть, какой-то двойник настоящий в прошлом, а может, назад? Двойник кого? Я бы попал. Ваш двойник назад. Это не неведомо. Не знаю. Если есть, то мы будем жить. Двойник, Троицкий. Спасибо. Следующий вопрос письменный. Ваше видение о дальнейшей судьбе Украины. Спасибо. Двух слова. Что такое Украина? Украина – это не украинская СССР. То есть современная Украина, эта страна, за нее принимается украинская СССР. Но на самом деле в Украинской СССР административно советская власть привезла, вы помните, да, привезла окружающие колонии. Сейчас это колонии Украины. Какие это земли? Это 8 русскоязычных областей. Это 4 польские области во главе с жемчужиной западно-украинских ныне областей. Львов отошел от Польши к Украине в 1939 году по ныне презираемому всеми пакту Молотова-Любентрова. Значит, румынские области отошли к Украине, венгерские области. Это все было отвоевано советским солдатам. Значит, Украина сейчас – это империя с колониями. И она похожа на жену олигарха. Я всегда пользуюсь этим сравнением, оно мне нравится. Жену олигарха, когда пришла в одной грязной рубашке платье в дом, обцелилась миллионами и миллиардами и уносит их беспокойно. Вот так Украина. Хотите жить, в Украине можно сказать, хотите жить мирно, счастливо, плодиться, размножаться и дожить до чертного времени, отдайте колонии и живите себе. У вас останется 9 областей, я подсчитывал, с населением приблизительно 20 миллионов человек. Это население средней европейской страны, стоять себе русскоязычной колонии. Значит, берем вам, без всякой пропаганды, а не такая цифра, берем Донецкую область, 2013 год, еще старая украинская власть на дворе, что идет опрос, каков ваш родной язык, расспрашивают население Донецкой области, около 5 миллионов человек, между прочим. Они называют 94,7% русский язык. У вас есть средства определить по крови украинскую кровь, русскую кровь, американскую кровь? Такого нет. Их 4 группы крови. Значит, единственное, паспорт это тоже не доказательство, это полицейская бумажка, полицейский документ, который призвано обречить жизнь полицейских. Значит, что остается? Только язык, ребята. Только язык. А язык включает и цивилизацию. И опять приведу пример, который я привожу, истинный пример, прорис советского фильма про родительскую Кэп. Помните, как она, выражая, кричит, мама, она кричит. И вот тут ничего, никому дальше объяснять не надо, потому что это принадлежность. Язык это не просто механизм речи, а это принадлежность ко всему, к традициям, к истории и прочее. Поэтому давно бы российской власти надо было выйти откровенно так и развязать язык, перестав играть, как и большие молчалки, а сказать, это наши люди. Они говорят на русском языке, и мы будем им защищать, потому что Россия это мать, а вот они тут живут в оккупации. Хотят на украинском языке говорить вот эти 9 областей. Ну говорите, пишите, пишите и так далее. Флаг в отрубке. Это про Украину. Ничего хорошего от этого украинского прылкого восстания против России не будет. Сейчас все находится на милостыне нашей власти, нашей российской власти. Захотят, не будет украинской власти. Ну не захотели. Признали зачем-то, считаю, дичайшую ошибку, признали Порошенко президентом страны. Не надо было этого делать. Спасибо большое. Из зала, пожалуйста, вопросы. Можно? Да, пожалуйста. Ваше отношение к Вячеславу Мальцеву и его движению. Не считаете ли вы себя чем-то похожим на него? Точнее, его похожим чем-то на его? А ему сколько лет? Я похожий старше вашего Вячеслава Мальцева. И на горизонте я уже бог знает с какого времени не сидел в тюрьме, воевал на фронтах, бежал и прочее. Почему в случае у вас Вячеслава Мальцева действует? Все, заключаем. Он говорит, что в 2017 году что-то произойдет, я слышал. Я отвечать не мог. Таких простых вокус и не верю. Не бывает этого. 2017, ну да. Потом еще, что? Какой еще там год? 2045, будем ждать. Потому что даже как и вы привлекает молодежь. А? Даже как и вы привлекает молодежь. Я ни к кому не привлекаю. Вот вы сидите тут, какие есть, такие есть. Игорь, а такой есть, в какой-то такой есть. Спасибо большое. Давайте не будем спать по левику, поскольку времени у нас не очень много. Вопрос письменный. Он, наверное, все-таки к предыдущему письменному уже вопросу. У вас не было мысли написать книгу не публицистику, а художественную об украинском кризисе? Ну, я написал, во-первых, по заказу не работаю, а делаю то, что я считаю нужным, откровенно. Я написал книгу, она состоит из, сейчас это модно, но я не по этому написал, она состоит из постов в живом журнале моем. Она называется «Киев как будто». Она издана, ее нужно прочесть. Это наш с вами дневник вот того, что мы видели за последние два года, больше даже. И это честные записи, когда человек пишет сегодня и не знает, что будет завтра. Я ничего там, но я многие вещи, человеку горжусь, многие вещи предугадал. Есть какие-то, в том же интернете распространяется давняя запись, по-моему, 92-го года, где я говорю на Манежной площади, я говорю, что вы наделали, идиот, я говорю, что-то придется воевать. И за Крым, и за Кавказ, и разве я оказался не прав спустя сколько, а дневник от 92-го, значит, 8-17, 25 лет. Кто может лучше, тот будет бросить у меня камень, что называется, жду камни. Но вопрос был именно про художественную книгу. Я сказал, я написал, Киев как будто, а художественная и не художественная сегодня ничего не отличает. И это старомодно, хоть что-то художественная книга. Не художественная, так называют, такой-то, такой-то, по имени, инициалы, 20 лет, после лет, вышел из подъезда, и губ сразилась шагальная пуля. А не художественная, был серый рассвет. Он мужчина, одетый вот в сердак, или что-то еще. Без металлов выявили. Ноги его там сметали, тучи грязи и пыли, или как грязь и дождя. И вот вам художественная. А вот та не художественная. Запятая, мне нравится, американцы. За Иванов там, Ива. Запятая, 28. Убил его о лице, 36. Великолепный. Спасибо большое. Из-за вопроса, пожалуйста. Извините, я поплевалась с вашей книжкой, это я, Эдичка. Читала не один раз. Один раз написал, больше не помогло. Да, вы знаете, у меня сейчас друг, его зовут тоже Эдичка. Я хочу, чтобы вы хотите, чтобы я еще один. Да, у меня есть друг, он тоже Эдичка, и он похож на вас. Я вот сегодня стремилась вас увидеть живьем, но у меня к вам вопросы. Я, конечно, помладше вас, но вы выглядите шикарно в свои годы. Вы вчера по телевизору выступали. Откуда вы знаете, сколько меня? Потому что на самом деле, я думаю, что мне нельзя здесь. Я загадываю. Это не имеет значения. Я тоже сейчас пишу. Я расскажу, я его младший брат. Младший брат близнец. Еще. У меня вопрос. Вот как вы относитесь к присоединению Крыма? Потому что Макаревич, он просит и многие умные люди, ну понятно. Вы за то, что... Шекспир, за. Я думаю, что все это хорошо написали. А Макаревич, макаревич, макаревич. Шекспир молчит, молчание, знак согласия. Именно. Ну почему санкции тогда такие на нас? Почему мы не можем нормального сыра есть в нашей России? Я вам скажу, доброе извлечение, я вам скажу, что всем не угодишь. Кто-то обязательно против, кому-то мы не нравимся. Я сам выбираюсь, почему мы не нравимся? Ну вы мне нравитесь. Прекрасно. У нас такой вечер знакомств начинается. Вопрос письменный. 130 лет назад был арестован Александр Ульянов. Ваше отношение к нему как к революционеру и исторической личности? Я без пристрастия, я объективно. Я считаю, что русская революция вызвала цель совершенно невероятных событий. Как-то, например, появление государств-гигантов, вот вроде Китая. Вся, пусть не надолго, но вся Восточная Европа была охвачена вот этой... желанием повторения этой революции. Даже в свое время в Италии Муссоринина, знаете, как его называли в первое время? Муссоринин. Муссоринин, да. И все пытались подражать и сделать эту революцию. Это великое событие, на самом деле. Нам сейчас... Сейчас эта горячка проходит от лица на октября. Она действительно уже испаряется. После того, что клянули, что называется, лихо, без коммунизма уже достаточно. Ну, вывыкли коммунизм свое, все. Но уже клянули многое. Значит, уже умнее стали. И, как я отношусь к революции, как к великому историческому событию. Нравится это нам? Или нравится ли это? Нравилось ли это в 1991 году? Будет ли это нравиться? Ленин... Без разницы. Ленин был, конечно, сегодня, на сегодняшний день, это самый, наверное, великий русский человек. Хочешь, не хочешь. Кто больше и кто выше. В смысле того, влияние, которое он оказал на мир. Никого нет. Поэтому я, как вот законопослушный русский автор, в данном случае, я говорю, да, Ленин. Ленин, он самый крупный, да. Вроде про Александра. Про Александра было вопрос. Про брата. Про старшего брата. Ну, старший брат еще лучше был. Если вы посмотрите, вот я поделюсь своим просто взглядом. Есть известная фотография, где семья Ульяновых еще перед казнью, арестом Саши Ульянова. Саша стоит чуть сзади, такой прекрасный, такой, похож на молодого Мальковского, кстати говоря. И стоит сбоку такой девятилетний Владимир Магалевич. Как мэгланджер, уже такой молдутый. У него нету трех, вот, пиджачок, там, не три куска, там, нету жилета. У него такой биртоллутый был, потому что он был великолепный мэгланджер, что вы хотите, вот так вот. Он все подсчитал, организовал и все. Вот он отомстил за брата, как говорят популярные анекдоты, так и отомстил. Спасибо большое. Вопрос из зала, пожалуйста. Вот я, вот я. Можно поставить в руку, а не видится? Да, пожалуйста. Вопрос из двух вопросов, но очень короткий. Я считаю, что, Владимир Магалевич, вас где-то, почему же не раз, сравнивали с Дмитрием Корчинским, как, ну, в районе есть. Ну, я думаю, что наши, а русские люди не знают. Вы забыли, что просто, как ваша отношения к этому сравнению, это первое, а второе, а второе... Давайте по одному, а то вы будете... Я забыли, давайте по одному вопросу. Вот, как я забыли. Корчинского здесь... Вопрос из Дмитрия Корчинского, вот и все. Я хочу сказать, что Корчинского здесь мало знает. Я, например, я Корчинского знаю, да, это украинский националист раннего периода, еще до того, как все это произошло. Вот такой философ, неплохой автор, хорошие стихи у него. Я читал это, вот, по-украински пишут, я это читал по-украински. Я считаю его очень талантливым человеком, без относительно к его, ну, к его вот этой политической вере, во что он верит. А что там дальше, вы сами спросили? Ваше отношение к его личности? Ну, вот я сказал, я сказал, я выразил, что его личность. Чего? Ваше отношение к этому сравнению, что вы сравниваете с ним? Ну, это вы сравниваете. Сравнивать можно, когда... Понятно. Я считаю, что здесь, в этом зале, вряд ли кто-нибудь, кроме меня и вас, знает Игоря Корчинского. На этом остановимся. Спасибо. Письменный вопрос, он из двух частей состоит. Как вы взаимодействуете с Калашниковым, Эльмюридом, Болдыревым, Стрелковым, и как к ним сейчас относитесь? Ну, пока не взаимодействую сейчас. Поскольку была такая контора, образовавшаяся такая группа людей, вышеперечисленная, чтобы не перечислять их снова, которая сконцентрировалась вокруг Игоря Ивановича Стрелкова. Но это не пошло. Дело не пошло. Дело застоплилось. Потому что слишком разные люди были. Там был Левый Калашников, были правые всякие ребята, правые такие, так называемые, московские националисты. Я их называю, такие диванные ребята, такие круглого телосложения, очень умные, и все читали, все знают, делать ничего не могут. Поэтому они захватили плену Игоря Ивановича Стрелкова, ничего не вышло, а мы благоразумно взяли и ушли оттуда. Вот все. И вторая часть вопросов. И куда поддаться бедному христианину в данной ситуации? А куда поддаться бедному еврею, тоже неизвестный вопрос. Это безвечный вопрос. Нет, я считаю, что ни Бог, ни царь, ни герой, мы добьем церевое освобождение как-нибудь без вот таких говорильней, вот этих болтливых сборищ. Мое мнение такое, что болтливое сборище людей, которое никуда не ведет, ни о чем не нужно, я думаю. Я думаю, что именно эта группа людей не нужна в российской политике. Спасибо. Давайте будем заводить новости. А по второму разу, Нина, сейчас опять вот эту книгу, цветатку вытащил, я уже знаю. Пожалуйста, да, ваш вопрос. Владимир Владимирович, как ваши прогнозы по поводу развития России в ближайшие лет, пять, десять лет? Учитывая вашу интуицию, может быть, что-то подскажете? Знаете, пока Владимир Владимирович Путин первые два срока был упоен своей ролью президента, ездил там по заграницам и все, я на него смотрел скептически. А когда он вдруг повзрослев и достигнув, перешагнув через череду шестидесяти лет, вдруг стал заниматься действительно нашими хотя бы международными делами, когда он, когда осуществилось воссоединение Крыма с Россией, это была включена государственная машина, естественно. Я не мог это сделать, мне нет силёнок на это. И политическая партия одна тоже не могла сделать. То я себе сказал, слава Богу, человек помнил и стал какие-то вещи делать. Это было необходимо. Народ стал выведеть после воссоединения Крыма с Россией веселее, лица оживились. Но как только мы дошли до весны 2014 года, и образовалась проблема с Донбассом, и я вижу, что Россия не делает того, что нужно, что она делает мало. Надо делать больше. Поэтому я опять как-то вынужденно, не то что разочаровался, но стал смотреть с большим скептицизмом на нашу международную политику. И наша внутренняя политика, мне кажется, вообще чудовищная. У нас огромное имущественное неравенство. И этим считая, что у нас люди богатые выставляют на показ своё богатство. Это неприлично. У нас, значит, 70% цифры ООН. ООН. Почему я её запомнил? Потому что это как бы, ну, цифры якобы меспристрастные. ООН. 71% национальных богатств принадлежит менее, чем 1% населения. Это позорище. Вот есть Индия, дряхлая, помните, да, картины? Слоны там, раджи на слонах сидят и всё такое. Золото. В Индии 49% национальных богатств принадлежит меньше, чем 1% населения. Дальше идём. Соединённые Штаты, которые наш враг, они себя объявляют. Мы их не выбирали, они нас выбрали. Они должны нам не нравиться. Но у них пропорция. У них 25% всего национальных богатств принадлежит сверхподателю. А у нас 71%. Мы самая страна с самым огромным неравенством в мире. И после этого нам говорят, давайте объединяться. У нас общие национальные интересы. Ну, давайте. Только у вас столько денег, что вы покупаете. Олегах Рыболов купил своей дочке остров. Потому что он купил остров себе один. Она сказала, папа, мне нужен остров тоже. Папа сказал, ну, что делать? Взял и купил ей остров. Вы можете это сделать? Купите. Вы даже квартиру не можете. У меня тоже нет. Поэтому не нужны. Я снимаю квартиру. Вы можете это купить? Нет. Пока это всё происходит, у нас не может быть единения рационального настоящего. Вот я хочу. Мне не важно, кто управляет Россией. Если этот человек скажет, что мы хотим, стремимся к тому, чтобы было хотя бы более или менее равенство достигнуто. Ни военный, ни коммунизм. Не то, что каждому там 10 метров в бантире, там, в зубы. Не об этом я говорю. Но хотя бы приблизительное равенство. Чтобы доходы от сырья нашего, который мы выкачиваем из нефта, от нефти, от газа хотя бы, чтобы они шли непосредственно в бюджет, а не перекупщикам всяким конторам, что там Роснефть, то у нас там есть Газпром. Вот я, например, не понимаю Союза России с Турцией. Но если мы себя ставим на место, если это Газпромовские интересы, тогда понятно, тогда политика России понятна. Мы строим для Газпрома, чтобы Газпром продавал свой газ, строим вот этот турецкий поток. Трубы лежат уже на берегу Черного моря, готовы. Одновременно Турция убивает нашего посла. Это что, нормально? Вот я такие, у меня такие размышления. Вы спрашиваете, что с нами будет? Вот мыслите в этом направлении, и вы поймете, что с нами что-то будет. Либо власть поймет, что надо делать нас приблизительно равными и не допускать вот этих синистических процентов. Ну вот, женщина, синистическая. Спасибо большое. Если можно дополнительный вопрос. Давайте, пожалуйста, по одному вопросу, потому что очень много, и записок приходит. Давайте будем задать. Одну минуту, пожалуйста. Вопрос вне политики. Уважаемый, дважды. У нас все политика. Как вы без политики живете сами? Нет, нет, подождите. Это серьезный вопрос. Подскажите, пожалуйста, как сегодня можно перебороть кризис личности, будучи молодым, свободно мыслящим человеком? Серьезный вопрос, друзья мои. На большую дараву, на большую дараву. Нет, ну, знаете, это такой вопрос ниже пояса. Спросите, как я преодолеваю. Я стараюсь за все свои статьи брать какие-то, естественно, деньги. Я постоянно там доставляю редакторам, говорят, что платите мне больше. Я же самый-самый-самый интересный, самый товар. Вот так я преодолеваю. А что, я не знаю. То есть по ладону можно брать... Прижмите вашего работодателя в темном углу. Пока он остался. Но я вам советую, видите, уже все криминал за этот день, он привлечь. Спасибо большое. Да, прошу вас. Раз, хотел бы такой вопрос задать. Каковы ваши взаимоотношения сейчас с Александром Дугиным? И как относитесь к его организации? Я думаю, что уже проехали. Уже этих организаций давно нет. Александр Дугиным я видел вчера, он был со мной на одном телешоу, на первом канале. И он увидит меня, снял свою черную шапочку и лопнул меня, чтобы еще у нас были большие мраки. А я в ответ тоже сказал, что я там живу сейчас недалеко от того места, где он живет, и чтобы он заходил в гости. Вот такие у насыгнания. Спасибо. Он не зайдет, я уверен. Спасибо. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу происходящего в Беларуси. О, Беларусь тяжким грузом вести там на мою сердцу. Я бы сказал. Знаете, мы как организация, как политическая партия, мы же давным-давно существуем. Мы были благословны к этому островку Советской империи и относились к Лукашенко неплохо. Но мне кажется, он себе позволяет быть единственным революционером в Беларуси. Всем остальным не полагается. Мы много раз говорили, слушайте, зарегистрируйте нашу организацию. У нас было много в Беларуси, в девяти городах были организации, действительно. Я лично обращался к нему через верные высокие инстанции источники, говорил Александр Григорьевич, дайте нам возможность заинвестировать партию. А мы, со своей стороны, мы всегда вас поддерживали и будем продолжать поддерживать. Больше нам ничего не надо. Все остальное мы найдем себе. Это сами. А это никогда не сделали. Он ни в коем не нуждается. У нас почти такая же власть, которая тоже ни в коем не нуждается. И даже сторонники не нуждаются. Есть категория людей, которая нужна. И наша власть, и белорусская, это тот, кто пойдет и будет целовать туфлю Султана. И мы к этой категории не относимся. Спасибо. Я за вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Путин после антракта в полковиденство, в ведущих хозяйство, решил экономикой заняться. И вот как вам его шаги? Соглашение министра в 90-х годах в свои советники, пара, такая, компания по созданию стратегического развития России. И как вы относитесь к члену группу, которая свои стратегии представляет? Что вам это можно сказать? Ну, не Кудрин физически неприятен. Я это вам могу сказать точно. И Кудрин и ушли вы из правительства. Но обратите внимание, я наблюдал внимательно на нескольких прямых общениях Путина с журналистами, например, или там с народом. Кудрин сидит в первых рядах рядом. И обратите внимание, как Владимир Владимирович на него смотрит. Он на него смотрит как-то таким, ну, как бы, любовным взглядом, как на какого-то дитя такое, ну, немножко наивное такое, глуповатое, шаломливое. Ну, вот дитя вот так вот смотрит. Да, да, что вы нам скажете? Как его там, я забыла, я не говорю, что... Ну, не важно. Алексей. Алексей Леонидович, по-моему, Леонидович, да. Алексей, да, и вот так вот он на него смотрит. Теперь у нас четыре, до того, как посадили Уликаева, у нас четыре ведущие фигуры экономики. Это были, как я их называю, министры-капиталисты. Это все либеральные специалисты, его Уликаев, сейчас я вижу, по домашним арестам, ну, бог с ним, все равно, говорят, ее вернут. Предположим, Силуана, пожалуйста, тоже вытромашь того же гнезда. Надя Улина, Герман Гретт, глава Сбербанка, кто у нас такой? То есть экономическая политика у нас остается либеральной. Поэтому всем не достается, вам не достается многого. А кому-то, кто заранее был рядом с большими деньгами, тому все досталось. Почему Рэн Бяхерев, а потом, помните, Черномырдин, почему Черномырдин стал главой концерна «Газпрома»? А потому что он был министром газовой промышленности СССР. Теперь, а кто такой глава концерна «Лукоева»? Они приватизировали предприятие. Так что никаких новых русских, придуманных журналистами, не было. Были старые русские, те, кто располагался рядом с деньгами и возможностями получить их. «Лукоев» – это Олег Перов. Он был заместителем министра нефтяной промышленности. Вот откуда наши капиталы и великолепные богатства. А так быть не должно. Но совесть русская, русская традиция, русская понятия справедливости говорит, что так быть не должно. Если ты сидел рядом с большими деньгами, и потом эти большие деньги оказались у твоей семьи, и в твоих карманах, значит, ты их украл, парень. Спасибо большое. Еще один вопрос из письменных. Добрый вечер, Дорогий Минилович. На один из вопросов в 2012 году ваше отношение к Касьянову вы ответили положительно. Какое у вас сейчас мнение о Касьянове? Спасибо. Да, действительно. Было положительное, стало отрицательное. Но тут вину не я, сам Касьянов, который натворил, черт знает что. И наговорил. Я его считал всегда группой политикой. Но я считал его человеком, который, ну, достойный других. Это действительно так. Я его лично знал. Последние вот эти годы, 2006, 2007, 2008. Ну, а когда он стал говорить, что он отдаст Крым, отдаст он, если он станет президентом, он отдаст Барин, отдаст Крым. Два миллиона триста тысяч человек одним рощерком отдаст Украине. Он так считает. Понимаете, он что, людей за никого не считает? Он считает, что они зря кодили на реперендум, они зря поколениями там ходили и кричали «Севастополь, Крым, Россия». Ну, он стал, видимо, может быть, ну, я не знаю, стал скотиной. Поэтому я ему так отражу. Блох. Спасибо большое. И за вопрос, пожалуйста. Да, прошу. Здравствуйте. Я бы хотел у вас спросить, чем, по вашему мнению, отличается писатель от графомана? Ну, ничем, если хотите. Убраться. Графомана, может быть, в один прекрасный день ему все вокруг говорят. «Ты графоман, ты графоман, ты графоман». Он бросает писать. А писатель ему все говорят. «Ты графоман, ты графоман, ты графоман». Он не бросает и пишет. Это шутка. На самом деле, по-моему, талант, это, да, понятно. Если ты вносишь, если человек вносит нечто свое такое, ну, как бы, всегда можно понять, что-то окрыленное, что-то невероятное, то, что ты до сих пор не слышал. Меч играет все. Меч играет. Кто там был Пиэре, потом кто у нас сейчас… Месси. 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 Продолжаем эту тему. Кто сейчас вносит? Про писателей. Про писателей? Как вас вносит? Вы хотите, чтобы на меня, все, кого я не упомянул, и о которых я сказал плохо, они бы на меня потом оболчились и стали тоннами писать в газетах и везде, что я такой-сякой? Знаете, я вам скажу немного уклончиво, что сейчас не время мировой литературы, вообще не только российской, сейчас плохое время для вот этой профессии. Потом у нас, знаете, у нас путают писателя с этим переделкинским сидельцем, которые там что-то за скребучим столом, как с луженицем, что-то там за голеничей сапога, там ложка сидит, что-то пишет не торопливо. Время изменилось, время кипит вокруг, бурлит, шумит, смотрите, каждый день, черт знает что-то. Вот министра Улькаева арестовали. Я очень радовался, знаете, честно. Я не люблю, когда арестовывают министра. Это женщин залывались, видимо, им тоже это нравится. Потому что это доказательство того, что хотя бы, возможно, какое-то приблизительное правосудие. Как ты не богат, но ты, словно, пошел за двумя миллионами долларов. Он считал, ну не себе. Он же наиболее не себе. Он за корпорацию обиделся. Он говорит, мы писали, мы считали, что вот можно, можно это ваш нефть передать, как она, это компания Сечина, назовем это там. А ты, а ты, даже доката нам не дал. А им надо на корпорацию, на ребят. Каждый раз дед разут, там, автомобиль надо кому-то, сестре, там, зама, квартиру. Вот он и пошел. Он честный, начальник, пошел. Деньги, дайте деньги. Пришел, и Сечин там стоит. Говорит, на тебе два миллиона. Чемоданник, знаете, какие нравы. Чемоданник. Он безнаказанность же какая. Пошел, думает, ничего не будет. Я даже с вами говорю, Сечин. Я на него прикрикнул. Он сейчас принесет фамилию. Идиотом каким надо быть. Идти в это, брать чемодан за ручку. А другой за ним несут. И тут ему надели наручники. Это очень радостно. И когда губернатор сажают. Просто абсолютно приятно. Спасибо большое. Письменный вопрос. Что вы думаете о республиканской альтернативе Алины Витухновской? Вы знаете, у нас так от самых высоких людей до богемы какой-то. Ну, Алина Витухновская была, когда я следил за ее судьбой, она была и такая достаточно интересная поэтесса. Но это как, в сравнении, слоны тут какие-то вбедут, а тут есть маленькие насекомые. Все это насекомые. Это насекомые. Спасибо большое. Да, пожалуйста. По какой причине в Петербурге были отменены акции Стратегии 31 и планируется ли их возобновление в будущем? Первую часть вопроса я не услышал. По какой причине были отменены в Петербурге акции Стратегии 31? Потому что люди всмолились и сказали, нас бьют постоянно в гостиной, в дворах. И нам как бы надоело выносить все это, а большой пользы от этого нет. И я сказал, ребята, ну вот меня спросили, что надо это делать. Я сказал, вот мое мнение, тогда это прекращается. Все радостно сказали, да, мы прекращаемся. Вот сейчас на деление. А в Москве мы упорно продолжаем, хотя чуть-чуть в другой форме. Вот уже, сколько, с 31 января 2009 года. Спасибо. На ваш взгляд, есть ли в России политический лидер, способный изменить ситуацию? Съесть-то он съесть. Этот политический лидер там в анекдоте, но кто ему даст. То есть у нас, ну мы же живем при абсолютизме, понятно, у нас все тот же традиционный строй, что при царях и при большевистских цезарях, это вот абсолютизм. Одна группа имеет власть или никого, могут многое позволить, но только дон тачь власть, вот нельзя ее трогать. Все охраняется страшными драконами, и как в Библии, там, чарубы, с огненными мечами, и никого на территорию не пускают. Вот так у нас обстоят дела. А как вы все там в конце этого делаете? Если в России политический лидер способный изменить ситуацию? Ну вот один, Ленина нет пока, пока нет. А Гепрейтера тоже, как вы знаете, знаменитого немецкого Гепрейтера тоже нет. И поэтому пока живем вот так, как есть. Я возлагаю большие надежды на то, что наша власть все смелеет и смелеет, и будет все становиться решительнее, и возможно она еще как-то напряжется. У нас есть лозунг в партии, вот нынешней партии, незапрещенной. Нам мало Крыма, да? Одно время мы хотели выпрямить лозунг, нам мало Путина. И все сказали, что лозунг это по смыслу правильный, но получается, что нам надо, что несколько Путина, или вообще в чем дело? А речь идет о том, что нужен человек более решительный, который все-таки, время серьезное, очень серьезное. И это правда, что и Россия хрупкая, хрупкий конгломерат различных вот групп религиозных верных, надо с ней осторожнее. Понимаете, вот с тех пор, как появился радикальный ислам, и Гилл появился, мы видим, что это у нас 20 миллионов, по меньшей мере, мусульман в России. С ними надо осторожно. Надо как-то какую-то... Либо надо придумать религию, которая бы нас всех смешала. Есть футуристы... Подождите, я сейчас объясню. Я говорю, что есть футурологи, не футуристы, а футурологи, которые предвлекают, что к 2061 году в мире будет универсальная религия. Ну, публика. Спасибо. Дорогие друзья, у нас остается очень мало времени, поэтому еще один вопрос из зала, и, пожалуйста, два письменных. Да, прошу. Как вы относитесь к передаче Исаакиевского собора православной церкви? Это очень важная вещь. Наши ребята, здесь в Питере, активисты наши говорят, что вообще-то, либералы оседлали эту тему, которые за то, чтобы не передавать Исаакиевский собор церкви. Если вы хотите спросить меня, то я тоже считаю, что Исаакиевский собор должен быть как Красная площадь. То есть памятник культурного наследия государства. А церковь не строила этот собор. Вот те, кто знает историю собора, он был построен к 1858 году. Правильно, женщины делали? Правильно я говорю. Значит, строили его еще клепостные крестьяне, 400 тысяч человек. Никаких попов там и рядом не было. Деньги были государственные. Церковь не вложила ни в угля в это. А французскому архитектору тоже платили эти же деньгами. Церковь тут имеет отношение только в том смысле, что она церковь. А в этом соборе мы за Господа. Разве мы против Господа? Мы за Господа. Он великий. А церковь всего-навсего порой сдает нам помещение для общения с Богом. А я говорю, а что КПД, коэффициент полезного действия церкви, так велик, что мы должны им отдать все, и помещение в Херсонерисе они сейчас себе просят. Я не смотрю на вас, но отвечаю на ваш вопрос. Мы что, должны отдать все? Они жили люди. Они владели вот этим всем до 1917 года. Но за это время, к 1917 году народ был почти пожарован и безграмотен. Сейчас другой народ живет. У него отношение к церкви как к традиции. Это хорошее отношение. Все правильно. Но не зарывайтесь, отцы. Не надо вот это вот все нам, все себе. Это производит мне хорошее впечатление. Нам кажется, что вы жадны. Нам кажется, что вы хотите себе все загробастать. И даже то, чего вам не нужно. И то, что вы, может быть, и не можете освоить. А вы все это тянете. Вот моя такая позиция. И я, что касается Петербургского отделения, я хочу сказать, вы говорите, кричите на секунду, так что вы не слегаловы, ни в коем случае. Мы сами и ваша позиция, что это все государственное достояние. И собор великий, великолепный. Выглядит вообще. В Питере налажено очень неплохо. Небоскреб тогда отвергли противостояние общества, противостояние каким-то начальством. То ли церковному начальству, то ли еще какому. Продолжайте в том же духе. Это правильно. Надо сопротивляться и говорить. Это наше. Пусть это будет наше. А не церковное. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз. У нас, к сожалению, время заканчивается. Буквально два вопроса осталось. Один очень длинный. Я зачитаю его. Укратите. Троцкий разрабатывал идею уничтожения казачества. Был яровым наивистником нашего Казахстана. Да, еще он был землее. Это тоже. На чем основана ваша к нему симпатия? У меня нет. Ни симпатии нет. У меня есть хорошее знание истории, понимание, что, например, Октябрьской революции без Троцкого бы не было. А те, кто живет с другими, ну, в лапы руки живите с иллюзиями. Казачество, я не знаю, что он сделал. Где бумагу? Ну, как... Вот где бумаги? Дайте мне бумаги. Где подписанная? Где? Нет бумаг. Значит, молчать. И два вопроса, написанные одной рукой, явно совершенно. Но на один вы почти ответили в ваше отношение к религии. Я думаю, что не стоит. У меня есть отношение к Господу. Вот, я сказал, он там. И второй вопрос. Пишите ли вы стихи, как в молодости? Я пишу стихи, как в молодости. Но, мне кажется, я пишу уже. Спасибо большое. Дорогие друзья, я два слова, что мы хотим сказать в скорой фиге. Спасибо огромное вам, что я делаю. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые гости. Уважаемые гости. Сейчас начнется автограф сессии Дмитрия Миловича. Поэтому, пожалуйста, очень аккуратно выстраиваемся в одну очередь. И соответственно... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...